Ну там все-таки интернет это носитель той или иной определенной информации, которая может принести вред интересам государства. Условно говоря, когда у нас определенные персонажи начинали выкладывать портреты русских офицеров в Крыму или в Сирии, это объективный вред интересам страны и конкретным людям. Безусловно, в таком виде цензура может существовать, это совершенно нормально. Есть другие какие-то случаи пограничные, где она тоже может существовать. Любое государство это имеет, любое государство защищает свои интересы, и это далеко не ноу-хау, придуманный китайцами. Посмотрите, как активно Facebook банит тех, кто на их взгляд выпадает из их представлений даже не о безопасности, а просто о морали. Вот им не нравится слово хохол, допустим, они банят за это, хотя там за выпивающую русофобию не банят никого. Но на моей памяти этого не было ни разу. Поэтому не надо делать вид, что это ноу-хау китайцев или нынешней тиранической России. Поэтому отношусь к этому как к данности. Есть определенные законы, и так или иначе придется их соблюдать.